По дороге вам, чёрный всадник учится! Мне понравилось здороваться в начале видоса, так что здрасте! И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, потому что у меня в доме нет ни одного ящика, начинаем готовиться к новому году. Учим стишок, заштопываем носки и, конечно же, выбираем подарки близким. И если выучить стихи и заштопать носки мы сможем сами, то с подарками с каждым годом, как вы знаете, всё сложнее и сложнее. Но в этот раз я нашёл кое-что необычное. Конструктор от Ugears. Мало того, его безумно интересно собирать, а собирается он абсолютно без клея. Мало того, что все детали сделаны из дерева и имеют приятный запах, так он ещё и подходит для всех возрастов, а после сборки это шикарный предмет интерьера. Это вам не из бутылок делать аппликации. И это отличный вариант подарка. Тут и визитница для коллег, и шкатулка для женщин, и техника для мужчин. И более того, каждый собранный предмет подвижен. Шкатулка открывается, сейф имеет свой код, спорткар с подвеской. И это реально круто! А если учесть, что их ассортимент уже полсотни различных моделей, то, как говорится, моё уважение. А уж если хотите собрать за одним столом всех близких, на такую диковину точно сбегутся все, особенно 30-летние мальчишки. Я бы сбежался точно. И для всех вас скидка в 20% по промокоду, который вы видите на экране, и ссылка на этот крутой конструктор, конечно же, где? Всё в описании. Ну а сейчас начнём просвещаться и набираться гениальности. Ведь сегодня мы вновь отправляемся в мир увлекательных советов от Первого канала, на которые мы с вами сегодня и посмотрим своими глазами. Впереди многих из нас ждут новогодние каникулы, а это может значить только одно. А вот если бы мы смотрели советы от Первого канала, такого явно бы не произошло. Вы любите кататься с горки? А вы случайно не из компании Арифлейм? Уж очень подозрительный вопрос. Я тоже. Заметно. Подозрительные люди неподозрительные вопросы не задают. Но дольше часа никогда не выдерживал. Ноги замерзали. Мне одному кажется, что он этот диалог затеял только лишь, чтобы мобилу отжать. Красивый стелешь, фраерок. А тебе, может, ещё телефон нужен, чтобы маме позвонить? А теперь хожу на прогулки с куском картона. Ну, слава богу, что хоть не держишь его на поводке. Но зачем с собой на прогулку брать картон? Костёр, что ли, разжигать? Зачем? Осмотрите сами. Ну-ка, ну-ка. Видите, какая очередь на горку? Честно? Не вижу. Пока выстоите её, ноги и замёрзнут. Ну, там, во-первых, не очередь, а идут люди. И они, во-вторых, не стоят, а идут. А я бросаю картон на снег и стою на нём. А что? Бросаю картон на снег и стою на нём. Удобно, не жмёт. Ох уж эта привычка покупать на базаре штаны. Ведь никуда от неё не денешься. Чё, мерить? Прям тут? Но вам не кажется, что стоять на картонке рядом с людьми, которые съезжают с горки, так как минимум странно. Хотя в этом, может быть, есть какой-то свой фундаментальный смысл? В результате, пальцы на ногах не замерзают. А, так это для того, чтобы тепло, что ли, было? Как я раньше не догадался. Картонка, это же универсальные средства для того, чтобы согреться. А может, для того, чтобы не замерзали пальцы на ногах, стоит надевать тёплые носки и тёплую обувь, нет? Или термобельё Аляска? А ещё ношу в кармане горсть очищенных орехов. Чтобы от катания с горки они превратились в ореховую муку. И то верно, а то вдруг приспичит поесть, а еды нет. Ведь, как говорил Пончик, режим питания нарушать нельзя. Режим питания нарушать нельзя. Они богаты жирами, которые помогают организму согреться. Так вот, почему я в детстве такой толстый был. Я просто спасал себя от холода колбасой с батоном и майонезом. А я знал толк в выживании. Как только чувствую, что начинаю замерзать, тут же подкрепляюсь. Но неужели нет другого способа согреться на улице? Например, горячий чай в термосе нет? Я покажу, как можно согреться, не заходя домой. Если вы замёрзли, ложитесь на картонку. Давайте как-нибудь без этого. Осмотритесь вокруг и найдите лавочку. Конечно, я не буду на ней сидеть, а буду на неё прыгать и спрыгивать. И судя по идее в желудке, мы будем не только на неё прыгать и спрыгивать, но ещё и срыгивать. Чем быстрее и активнее вы двигаетесь, тем быстрее вы согреетесь. А катание с горки разве не подразумевает под собой физическую активность? Начинаем вот так размахивать руками. Кровь приливает к конечностям, и вы начинаете согреваться. Так, стоп, хорош. То есть вы хотите сказать, что активная прогулка в виде постоянного восхождения на горку, скатывания по ней, бегания и ползания, это не физическая активность? А вот прыгать с лавки на лавку и шевелить руками и ногами, это физическая активность, да ещё и которая согревает. Да и при всём при этом, зачем было давать совет по какой-то непонятной картонке, на которой нужно стоять, чтобы согреться, если всего-навсего нужно было просто размять конечности. Но что-то в очереди никто не стал разминать конечности, отдав предпочтение бумажке под ногами. Да и, собственно, отчего их разминать, если катание на горке это и так физическая активность для тела? Вы о логике когда-нибудь вообще слышали? Чего и следовало ожидать? Вы катались на горке, запыхались, где взять воду? Да господи, один с горки катается мёрзня, другой с горки катается пить хочет, вам вообще таким нежным лучше из дома не выходить и у батареи сидеть кремом, мазаться для увлажнения кожи. Пить хочется не только в жару, но и в стужу. Ну зная логику ваших советов, если хочешь пить, пей, пить скорее всего мы будем здесь только снег. Или вообще чего хуже? Внимание, даже при сильной жажде нельзя есть снег или лёд. Да ладно, а я-то думал, как всегда, ничего себе, есть шанс на нормальный совет? Так давайте, рассказывайте. В места, где поблизости нет магазинов, я беру с собой пустую пластиковую бутылку. Ну наконец-то бутылочки, мы уж думали всё, их больше никогда не будет в советах от первого канала. А нет, бутылочки появились, наконец-то. Но меня одного смущает, что он там собрался пить, ведь использовать снег, который лежит вокруг нельзя. Ну он сам так сказал. Если набрать в неё немного чистого снега, положить бутылку за пазуху, вскоре вы получите немного питьевой воды. И воспаление лёгких. Не благодарите. Прекрасный совет для того, чтобы заболеть. И это при всём при этом, что 10 секунд назад нам сказали, что снег есть опасно. Вы переохладитесь и заболеете. А класть бутылку со снегом к телу вариант, конечно же, намного лучше. Притом растаявший снег в который нам потом пить. Сможете попить и продолжить кататься. Но 10 секунд назад нам сказали, что снег нельзя есть, потому что... Это практически дистиллированная вода, в которой нет солей. Но никак не потому, что он лежит на улице, и по нему ходят люди, сикают собачки, он содержит какие-никакие вредные вещества из городского смога. Не, это всё фигня. Просто в нём нет солей, и он холодный. Я беру с собой пустую пластиковую бутылку. И если уж с собой у вас всегда бутылка, почему бы не налить в неё нормальной воды? Эээ, да просто совет такой. Но вы с собой тогда не бутылку носите, а соль. Соль достал, снег посолил, поел и дальше кататься. Красота! Но давайте вернёмся уже в дом. Сейчас нам, чувствую, тут насоветуют. Хотя, чё это я? Нам и дома насоветуют. Переезд дело хлопотное. Вещи нужно сначала упаковать, потом распаковать. Да ладно, а я думал, все их из окна скидывают прямо в машину. Но так же удобнее и быстрее. Господи, как я ошибался. За что? Чтобы ускорить процесс распечатывания коробок, воспользуйтесь одной хитростью. Ускорить процесс распечатывания? Это действительно кому-то доставляет неудобства? Ни складывание вещей в коробку, ни перенос этих тяжёлых коробок. А именно процесс распечатывания, который, к слову, производится любым острым предметом в считанные секунды. Ну окей, давайте представим, что нам реально очень сложно открывать эти коробки. Прежде чем заклеить коробку липкой лентой, прокладываем по швам кусок бечёвки. И при открытии просто потянуть за верёвку, да? Таким образом, вы сможете быстро открыть все коробки и выложить вещи. Это нехорошо, это не гениально, это шедевр! Только есть одно маленькое но. Но куда же нам без но? А это нормально, что вы заклеиваете коробку, которая будет трястись в машине и может упасть малярным скотчем, который еле-еле липнет и удерживает её створки, который предназначен совсем не для склеивания. Или в этом есть тоже какая-то хитрость? Ах да, хитрость, наверное, в том, что бечёвка без каких-либо проблем открывает коробку, которая открылась бы так же легко, без верёвки, потому что это малярный скотч, который состоит из бумаги и рвётся он так же, как и бумага. А почему бы вам для этого совета не отснять аналогичную ситуацию, но с нормальным скотчем? А, способ же не будет работать и придётся открывать иначе, как я мог забыть? Извините меня, чуть не проговорился, лучше давайте я просто подарю стикеры. И авторы именно этих комментариев получают стикер во ВКонтакте. И если ты выиграл, обязательно добавляйся ко мне в ВК, пиши о том, что ты выиграл, используй моё кодовое слово и забирай свой стикер-пак. А на разогрев в этом видосе есть ещё 8 комментариев, авторы которых тоже получают стикер во ВКонтакте. А ты обязательно вжаривай лайк этому видосе, но ведь чем больше активности под этим видосом, тем больше победителей в следующем, а особенно, если они досмотрят до конца и найдут свой комментарий. Я вообще сейчас понял, что сказал? Ну да ладно. Спутанные компьютерные провода лежат на столе. Сегодня я покажу, как привести их в порядок раз и навсегда. Так-так-так, где-то мы уже видели подобный совет, где ведущий точно так же приводил провода на столе в порядок, все вынул из разъёмов, свернул и убрал в стол. Только как после этого будет работать техника, это не важно. Главное, проводов нет. Делаем ставки, господа, что же нас ждёт здесь? Ведь не просто же так я взял этот видос себе на обзор. Разряжаем шланг вдоль по всей длине. Расправляем спутанные компьютерные провода, укладываем их внутрь шланга. Всё? Теперь провода спрятаны в гофротрубу. И на вашем рабочем месте полный порядок. И вы хотите сказать, что у вас там что-то изменилось? Спутанные провода без трубы? Спутанные провода в трубе. А у моего компьютера случайно так хорошо не сделаете? Сейчас я тебе сделаю тут всё! Или это работает только там, где почти нет проводов? Ах да, я ж забыл, хитрость на хитрости живёт. Иначе же это ж просто не будет работать. Давать второй завтрак ребёнку в школу очень удобно в ланчбоксе. А ещё удобнее пиццу заказывать на урок математики. Но я так понял, ланчбокс-то мы сейчас с вами соберём, а пиццу-то на математику нам никто не доставит. Если у вас пока такого нет, вы можете сделать нечто подобное из двух пластиковых канистр объёмом 5 литров. Так, пошла крупная артиллерия из бутылок. Заряжай 20-литровый, командир! Отрезаем нижние части. Снаружи окрашиваем белой краской из баллончика части будущего ланчбокса. Чувствуете уже, чем пахнет, да? Радостью ребёнка. Замок-молния. Крепим одну сторону салфетки. Вручную отрываем картинку. Клей для докупажа. Ланчбокс готов к использованию. Ну просто не ланчбокс, а сказка какая-то. Вот ребёнок доволен будет. Можно отправлять ребёнка в школу. Когда все сверстники ходят с обычными футлярами для еды или целлофановыми пакетами, обычными целлофановыми пакетами без тарелок, ваш ребёнок ходит с обрезанной размалёванной бутылкой в цветочках. Спасибо, мама, за дополнительный мой комплекс, которых у меня и так гора. Но окей, это ещё полбеды. Возможно, кому-то это и понравится. Все люди разные. Но камон, вместо того, чтобы пойти в магазин и купить обычный контейнер для еды, вы купили салфетки, клей для докупажа и баллончик с краской. Рациональные траты? Не, не слышали. Вы ещё ребёнку в школу? Вместо сапогов давайте картонку. Ну а что? Из дома до школы пойдёт? Ноги замёрзнут, на картоночке постоит. И хорошо, тепло. Благодаря этому могу находиться на улице долго. Пока не надоест. Поддерживай видосиан лайком, пиши комментарии, если хочешь выиграть стикеры или просто поддержать мой канал. Спасибо вам огромное за 100 тысяч подписок на канале. Подписывайтесь, если ещё кто не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Увидимся. Не уходи, нет. Многие думают, я в одной майке без штанов снимаюсь. А нет, я на картонке сижу. Слово прощай. Да ты...